Всем привет! Это канал Fastable Blender и сегодня мы сделаем вот такую клевую картинку причем это займет у нас не сильно много времени буквально за несколько минут мы все сделаем вот, а попутно мы откроем огромную тему модификаторов и на примере этой картинки познакомимся с Array-модификатором который клевый вот, переходим в Blender вот что интересно, основой сегодняшней нашей картинки будет дефолтный кубик, что само по себе просто шокирует так, собственно первое что нам нужно сделать это размножить кубик по оси X и вот так расставить, для этого мы переходим во вкладку модификаторы гаечный ключ, нажимаем добавить модификатор и выбираем Array по умолчанию сразу ставят две копии и смещение на единицу нам нужно чуть-чуть побольше где-то 0.5 поставим вот, и копий 9 то есть тут ничего сложного нет таким образом это все работает вот, фишка модификаторов в том, что к любому объекту можно добавить несколько модификаторов поэтому мы добавляем еще один модификатор вот, и теперь ставим вот, как видите добавилось, опять же, по оси X вот, нам это не нужно мы хотим по оси Z чтобы у нас вверх и такая что-то вроде стены получилось ставим и тоже допустим вот столько так добавим так ну вот примерно выставляем вид камеры как нам хочется, чтобы было где-то вот так нажимаем Ctrl-Alt-0 на нампаде у нас автоматически камера привязывается вот к этому виду то, что мы видели в окне то есть камеру не надо двигать саму она прямо сюда переносится так, камеры можно управлять стандартными GR так ну примерно так пока ставим хотя перейдем во Flight Mode и приблизимся с помощью колесико мыши и вот так подлетаем окей, камера, пускай у нас так стоит теперь у нас видно фон вот в этой щели поэтому мы добавим выберем наш кубики добавим еще один array модификатор и повторим все то, что мы уже делали только теперь по оси Y и у нас трех наверное хватит получится вот такая вот такой блок из кубиков что в самом себе уже клево так нажимаем на 0 на нампаде переходим вид из камеры вот видим то, что у нас здесь кусок не закрытый так и поэтому просто вот в этот модификатор добавляем до 12 так и модификатор который за это вертикальные кубики еще вот одну теперь у нас все все поле камеры заполнено кубиками так сохраним все это дело так что дальше дальше нам нужно выставить свет собственно мы сделаем это да сделан следующим образом для начала мы удалим наше окружение мира то есть глобальное освещение потому что мы будем делать темную картинку и нам нужен свет только от наших там источников света каких-то так так по идее тут лампа должна быть но она видим где-то вот тут да переносим ее сюда поднимаем повыше ну куда-то вот сюда наверно мы ее переместим перейдем настройки света мы ставим солнце 0 2 и сделаем какой-нибудь ну вот как у нас на картинке голубенький свет голубенький ох так 5 и повернем чтобы он нас на стенку смотрел этим лучом своим вот это один источник света потом копируем этот источник света и делаем еще один поворачиваем и у нас он будет просто белый окей переходим в вид из камеры и смотрим что у нас получается ну примерно то что и должна получаться наверное так ну может быть вот это мы сделаем послабже первый наш который голубого цвета источник света сделаем поярче так ну это слишком кислотно но как то так вот по сути картинка у нас скучная получается что что от нее есть good мы ее попробуем улучшить вот и придать ей какой-то объемности и клевости выберем наш кубик кубики теперь уже и маленький трюк добавим еще один модификатор называется он Bevel 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 делает фаску у объекта то есть вот видите добавилась фаска она здесь солоновья добавилась нам такая огромная не нужна сделаем где-то вот такую чтобы она еле-еле была видна может быть даже еще меньше вот делаю я ее по одной простой причине когда у объекта есть фаска он как бы эта фаска тоже отражает свет и эта граня она грубо говоря начинает светиться так ну может быть сейчас продемонстрируем сделаем все-таки побольше фаску эту и как видите вот у нас здесь допустим начинает она светиться вот на изначальной картинке у нас она не так светится а сбоку как бы вот я думаю это связано с тем что у нас слишком высоко находится наш вот этот источник света мы его разместим вот так и направим вот так так переходим вид из камеры смотрим что получилось ну да что то вроде это окей вот тем не менее скукота просто кубики кубики скучно поэтому мы разнообразим картинку убрав часть кубиков создав какое-то хоть что-то интересное а то наша картинка будет скучно не то что скучно нашу картинку будет стыдно показывать так для этого мы выбираем кубики вот выбрали переходим в модификаторы и у модификаторов есть такая штука применить модификатор то есть допустим пока модификатор просто висит на объекте мы можем изменять всякие характеристики и прочее если мы применим все модификаторы в данном случае то у нас просто получается один объект solid сплошной то есть мы в режим редактирования перейдем вот он наш этот объект получается то есть он как бы состоит из многих объектов но по сути это один объект и теперь мы его уже редактировать не можем то есть если вы нажали apply на модификаторе то все назад дороги нет только control z вот в общем чтобы удалить кубики переходим в режим редактирования и убираем все убираем чтобы быть уверенным что мы все выделение убрали и теперь наводим просто мышку на какой то из кубиков нажимаем l и ничего не срабатывает молодец я так вот так попробуем вот выбираем face select и наводим мышку на какой то кубик нажимаем l выбирает собственно весь кубик ну тут как продемонстрировать ну придется поверить на слово в общем выбираем грандобно не знаю просто наугад вот этот наверное этот и вот этот что-то я много по-моему выбирал вот ладно нажимаем delete faces и вот у нас удаляются соответственно там мы видим что происходит вот вот так нажимаем смотрим что получилось ну вот уже что-то интересное тут как бы фишка всех абстрактных картинок в том что просто банально симметричные картинки всегда смотрятся классно а если еще там какую-то игру света тени сделать то вообще невероятно так теперь сделаем нашему кубику кубиком материал в данном случае я сделаю шейдер глоссе просто и добавим где-то наверно что-то в районе восьми нет мало но вот вот так наверное вроде ничего так получилось так делаем тестовый рендер ну вот получили какой-то черновой рендер шумный но он дает нам представление что здесь происходит композиция конечно отстойная надо было другие кубики удалять но это уже не суть вам оставляю для полета творчество вот переходим во вкладку рендер и сейчас поднастроим так lightpad поставим limit global illumination чтобы немножко побыстрее все рендерилось вот она немножко потеряет во всяческих деталях и тонкостях реального рендеринга но картинка все равно нормально получится вот sampling поставим ну наверное где-то две тысячи и мы сейчас потестим что получается ну и наверное и все все жмем f12 и смотрим что у нас рендерится вот рендерится такой квадратик сейчас посмотрим на примере этого квадратика насколько шумная картинка получится так ну довольно шумная то есть вот этот квадратик у нас отрендерился вот видите здесь место где больше всего отражения и в общем шума много трех тысяч недостаточно ставим больше ну и тут уже сами как хотите ставьте вот допустим когда поняли что трех тысяч достаточно переходим во вкладку performance и ставим размер вот этих квадратиков больше я ставлю вообще чтобы одной картинкой рендерилось так для этого у нас половина full hd и половина full hd и кадра то есть это 980 на 540 если я не ошибаюсь жмем f12 и все начал рендерится у нас цвет красота сначала все шумное потом будет все менее 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 вот в итоге получит такую картинку и можете хвастаться можете на рабочий стол поставить себе можете еще что нибудь сделать все делается очень просто только никому не говорите что это делается просто вот все наверное подписывайтесь на канал ставьте лайки комментарии пишите какие то вот мне все важно потому что не знаю в зависимости от вашего фидбэка я вообще буду понимать нужно это кому то не нужно вот соответственно если будете все это делать то я буду дальше уроки записывать если пойму что это вообще кому то сильно нужно буду записывать более клевые уроки вот все пока 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 не